Дожди, сильные ливни, грозы, порывистый ветер и заморозки – такие неутешительные прогнозы на начало этой недели оправдали себя на 100%. За окном действительно слишком свежо. С непривычки многим берестейцам кажется, что такого холода у нас не было никогда. Однако, согласно данным Бреста облгидромета, самые холодные в сентябрьские ночи были зафиксированы в 1977 году. Тогда термометр показал морозные минус 2,5, а потому капризы погоды сегодня вряд ли пополнят список ледяных рекордов. В понедельник произошла перестройка воздушных масс, и с севера пришел арктический воздух. Атмосферные фронты активизировались, и в понедельник прошли дожди, местами сильные, и за день выпало от 1 до 1,5 декадных норм осадков. Температура понизилась до 11-16 градусов тепла. В среду-четверг погода будет определяться промежуточным гребнем атмосферного давления, и ожидается преимущественно без осадков. Лишь в четверг к вечеру пройдут небольшие местами кратковременные дожди. Температура понизится еще больше, ночью будет 1,6 тепла, местами заморозки до 0,2-3 градусов, а днем от 9 до 14 градусов тепла. Кажется, что осень окончательно и бесповоротно вступила в свои права, однако по заявлению метеорологов, если не бабье лето, то теплая пора еще впереди. Уже к выходным погодные условия на Брещене станут благоприятнее. В некоторых районах ожидается почти 20 градусов тепла. Начиная с пятницы у нас опять ожидается перестройка воздушных масс, и с Атлантики пройдут более теплые, неустойчивые воздушные массы. Температурный фон повысится, но в пятницу на большую часть территории области выходными местами пройдут кратковременные дожди. И температура ночью от 4 до 9 градусов тепла, а днем 12-17, а в выходные местами и до 19 градусов тепла. Осенью природа, образно говоря, раздевается, сбрасывая свои цветные наряды, чего категорически не стоит делать человеку. Чтобы защитить себя от осенних вирусов и инфекций, первое, что необходимо, это грамотно и правильно одеваться, выходя на улицу. Особое внимание стоит уделить ногам, пояснице и шеи. Переохлаждение организма – прямой путь на долгосрочный больничный со всеми его приятными составляющими в виде температуры, насморка, кашля и головной боли. Кроме того, нужно изменить, конечно, рацион питания. Нужно питаться горячей пищей, которая будет нас согревать. Нужно включать рацион питания больше согревающих специй, то есть перец, гвоздика, корица и так далее. Не забывайте про луко-чеснок. Обязательно используйте рыбий жир. И взрослые, и дети – это полезно всем, он хорошо укрепляет нашу иммунную систему. Еще один неблагоприятный осенний фактор – уменьшение светового дня. Отсутствие или недостаточное количество солнечных лучей провоцирует снижение настроения и работоспособности. Чтобы компенсировать их недостаток, необходимо как можно чаще посещать баню, сауну, греться на русской печи или сидеть у камина. Эти замечательные изобретения человечества излучают тепло такого же спектра, как инфракрасные солнечные лучи. А значит, способны поднять настроение и улучшить самочувствие. Чаще бываете на свежем воздухе. Замечено, что те люди, которые ведут малоподвижный образ жизни, чаще страдают от этих всяких различных проблем с погодой. Это же самое касается и детей. Нужно обязательно выкрыть время в их сложном графике, для того, чтобы не просто побегали по улице, поиграли в какие-то подвижные игры. Нужно обеспечить им также нормальный сон, хорошее питание и тогда все будет хорошо.